С обсуждения работы коммунальной отрасли курорта и началось совещание. В муниципальную собственность переходят олимпийские объекты водопроводно-коммунального комплекса – водозаборы, ливневки, системы водоснабжения и канализации, очистные сооружения. Всего в списке обновленной инфраструктуры 71 пункт. Но, как показал мониторинг, 34 объекта город принимает с замечаниями. Составив протоколы разногласий с подрядными организациями, администрация намерена через суд потребовать с федеральных заказчиков и строителей ликвидировать все недоделки. Пишите дефектную ведомость, акты разногласий и подавайте в суд. Будет принято решение суда и бюджеты этих организаций выделят деньги и будут достраивать, доделать. Или же наоборот, отдадут нам деньги и на эти деньги мы будем доделывать. Это понятно? Восемь объектов и вовсе не готовы к эксплуатации, замечают специалисты муниципалитета. На приведение их в порядок потребуется 3-4 месяца. В работу они будут запущены после дополнительной оценки готовности. Заниматься этим предстоит департаменту жилищно-коммунального хозяйства и его новому руководителю Даниле Гусельникову, получившему назначение на эту должность. Детально обсудили на совещании вопрос уменьшения арендной платы за землю для многодетных семей, получивших участки в собственность. Сейчас этот налог достигает 3000. По инициативе мэра и городских депутатов его снизят до 300 рублей. Такой налог будут платить до тех пор, пока город не завершит прокладку инженерных коммуникаций в новых микрорайонах, и люди смогут приступить к строительству своего жилья. Если применить коэффициент 0,1, то тогда снизится оплата до 300 рублей в год для многодетной семьи, но подальше доходов у бюджета будет 600 тысяч рублей в год. Муниципалитет согласился потерять чуть больше полумиллиона рублей дохода в свой бюджет, но новую льготу сочинцам предоставить. Воспользоваться ею смогут 246 многодетных семей, получивших землю для строительства своего домовладения. Автохлам – еще один важный вопрос в повестке дня планерного совещания. Несмотря на то, что администрация города зачистила дворы и улицы от брошенного автотранспорта, спустя время у жилых домов вновь стали появляться ржавые автомобили и транспорт в неработающем состоянии. Только в центральном районе таких машин обнаружили 38. У половины из них владельцев так и не удалось найти. Теперь администрация центрального района намерена через суд признать их муниципальной собственностью и отправить на утилизацию. На муниципальной парковке уже томятся 270 таких автомобилей. 39 из них владельцы решили лично сдать на металлолом, чтобы не платить потом за утилизацию в муниципальную казну. Остальные транспортные средства ждут своей участи в суде. 231 машина сейчас на стоянке. В настоящий момент у нас 56 материалов переданными районами, 29 уже в суде. Работа по зачистке территории курорта от автохлама будет продолжаться. Владельцев таких транспортных средств предупреждают, лучше самим утилизировать свой автомобиль, чем потом возмещать эти затраты по судебному решению.